Слава Украине, привет всем от Полонского. Тем американцам, которые говорят, что мы за Трампа, я не хочу вмешиваться в вашу предвиборную борьбу, мне что Байден, что Трамп. Но просто те, которые кричат, что вот смотрите, Трамп не представитель олигархии, и что он что-то будет менять в нашу пользу, в пользу их, американцев, простых. Он хороший человек, и он будет бороться с местными, но у них нет таких уже олигархов, кроме парочки, скажем так, будет защищать обычных людей, обычных редников, хоть это и некрасивое для них слово, от мирового капитала, от мирового закулисья и так далее. Он хороший чувак и будет заниматься хорошими делами. Давайте я вам немножко вылью на вас холодной воды. Сейчас Трамп запустил кампанию по спасению Трамп Тауэр. Почему? Потому что 25 марта он должен внести, это, по-моему, понедельник будет, да, он должен внести 464 миллиона долларов в казну Нью-Йорка, грубо говоря, либо же у него начнут конфисковывать имущество, в первую очередь Трамп Тауэр. Шансов найти эти деньги у него нет. Я имею в виду в тех компаниях, которые уполномочены, и там есть 30 компаний в штате Нью-Йорк, которые уполномочены, имеют лицензию, вносить подобные суммы вместо этого клиента. Они все отказались. Не хочу долго, как бы, грузить вас. И он бросил клич среди американцев, помогите мне, кто может 30 долларов, дайте 30, кто может там 3000 долларов, условно говоря, дайте 3000, чтобы клич спасти Трамп Тауэр. Миллиардер хочет спасти свое имущество. Первым, да, все до лампочки, хочет спасти своего имущества под такими красивыми целями. Это, а скажите мне, а скольким американцам помог Трамп спасти свое имущество? Вот у меня такой просто, к вам американцы вопрос. Когда у вас был там кризис, 2008 года, люди остались без работы, потом еще один кризис был. Вот скольким людям помог Трамп не лишиться квартир, не лишиться домов, участков, недвижимости, ведь очень многие в ипотеку покупали дома, квартиры, участки, что угодно. Скольким людям помог Трамп, для кого он организовал помощь, для кого он организовал какие-то сборы с тем, чтобы люди не потеряли свое имущество из-за кризиса. Может он своих работников выручал каким-то образом, чтобы они не потеряли имущество. Он кому-то помогал? Короче говоря. Кто-то может такое привести, примеры такие? А зато себе он просит помощь, да? Свое имущество, ближе к телу, правильно? Да. Это первый момент. Второй момент, давайте еще один такой возьмем. Я уже хочу спросить у американцев, у меня нет точных сведений здесь, но вот когда он подстрекал всю вот эту толпу идти громить Капитолий, да? Ну, ребята, давайте называть вещи своими именами. То, что он там делал, стоя на броневике, или на чем он там стоял на митинге перед Редниками, когда в Вашингтоне вот эта вся ситуация была, какое это было там, января, 6 января 2021 года, поправьте меня, если я не прав, по датам, не важно. Когда потом все пошли на штурм, да? Он что сделал после того, как он вот такую пламенная речь, его эти вот... Значит, это же он все фактически, ну, это все было ради Трампа, правильно? Давайте называть опять вещи своими именами. Он что сделал? Он сел на вертолет, испарился. Он пошел на штурм первым, может быть? Нет, он исчез. Хорошо, а эти пошли, значит, на штурм, захватили Капитолий, там, да, обломали рога к кому-то оленю, сделали дырку в портрете и написали, значит, в корзинку для мусора у нациполоси, да? Потом, их же арестовали, естественно, там, по камерам проследили, пробили, арестовали наиболее буйных, и они получили сроки. Так вот, у меня вопрос к американцам. Я в данной ситуации не в курсе. Скажите, а скольким из этих американцев, арестованных, после вот этого вот, того, что, после событий в Капитолии, Трамп оплатил адвокатов, чтобы они не сели на 20 лет, там, люди сели, чтобы вы понимали, там, сроки 22 года тюрьмы, 20 лет, 18 лет тюрьмы. Скажите мне, каких адвокатов для них нанял Трамп, чтобы эти адвокаты, значит, вы знаете, что такое американские адвокаты, они, они, блин, черное сделают белым, белое черным, а потом все это сделают вместе с серо-буро-малиновым, если им надо, если это действительно классные адвокаты. Так вот, я хочу спросить, сколько классных адвокатов нанял Трамп, для того, чтобы своих людей, которых он направил, фактически направил, понятное дело, что он впереди там не шел, но он как роль попа Гапона исполнил, да, кто знает историю, поинтересует, кто такой поп Гапон, да, вот он послал их туда, а сам смылся, вот, так скольким людям, из тех, кто вот там был в белом доме, он помог с классными адвокатами, чтобы они не сели на 18 лет, на 20, на 22 года, товарищи американцы, господа, расскажите мне, пожалуйста, вот и я об этом, да, вот, то есть, ребята, в общем и целом, Трамп, такой же, как и Байден, это представитель очень, скажем так, людей, которые оторваны от вас, вот и все, как и Путин, поверьте мне, тот, 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 с другой стороны, за Россией, но еще Бога вы знаете, всех отношения, сейчас я уже так смотрю, Бог знает всех их отношения, только, ладно, не буду ничего плохого говорить, вот, так вот, ваше мнение по поводу Трампа, Трамп вам поможет, или будет, как вот с этими вот товарищами, которые Капитолий штурмовали?